Мы поговорили образно о кунг-фу, о лучи. Можете рассказать нам конкретнее, какие направления преподаются? В первую очередь мы преподаем кунг-фу. И кунг-фу подражательное. К подражателям кунг-фу относятся пять стилей животных. Тигр, змея, журавль, леопард, дракон. Пять стилей животных, слон, лошадь, обезьяна, летающий тигр, лев. Потом преподается техника кошки и медведя. Также стиль журавля и змеи. Также мы преподаем направление отдельно стоящая техника журавлей. Куда входят три стиля. Белый, розовый, голубой журавль. Дальше изучается само вучи. К вучи относятся ной-конг. Ной-конг это специальная программа упражнений, которая направлена на формирование мышечного корсета для дыхательной гимнастики. Также она ставит задачи восстановления энергосистемы. И ной-конг считается визитной карточкой школы хонг-ге, о которой мы преподаем. Продвинутый ной-конг называется бон-ной-конг. Чи-конг это программа упражнений. Суставная дыхательная гимнастика для употребления связок сухожилием. Тай-чи и само вучи. Продвинутым уровнем еще одна стиля техника ки-конг. К ней подходят на уровне белого пояса. Это стиль скелет, призрак, вампир и еще парочку более продвинутых, о которых мы будем поговорить впоследствии. Также мы преподаем направления, которые малоизвестны. Это бай-ми, техника работы по болевым точкам. Си-ни, это техника телохранителей. Дау-мо. Дау-мо разделяется на направления дыхательной гимнастики. И мы будем уделять громадное внимание. Именно как дышать правильно, дышать об этом мы подаем в отдельной передаче. И медитация. Также в школе есть специальное направление ногами, которое разработано для женщин. Мужчины тоже занимаются этой техникой. Но в большей степени ее основная задача – это работа на уровне тазо-бедренного сустава, мочеколовой системы. Очень рекомендуется женщинам, которые готовятся стать мамой. Поэтому празднование до, во время, после беременности. Женщинам в возрасте 40, 50, 60, 70 лет. Ну, то есть это целая программа развернута для женщин. И в ней есть специальные техники для самообороны. Подразумеваем то, что женщина должна защищаться не массой тела, не силой, а с помощью правильных движений, хореографии, используя силу соперника. Это гами. Вот это основные направления. Кроме них еще есть несколько, но базовым является данные перечисленные ноги. Спасибо.